Приветствую всех зрителей данного видео, в котором я расскажу, как создать вот такой вот хедер. Итак, открываем папку локального сервера. HTML она называется. Здесь я уже создал папку нашего сайта. Сайт назовем Gladys. И создаем индексный файл. Индекс HTML. Итак, индекс.html это, как известно, файл, который содержит всю необходимую разметку для сообщения ее веб-браузеру. Собственно говоря, это основной файл сайта. Значит, открываем его. Я буду использовать обычный стандартный аналог блокнота Linux. И здесь у нас уже есть какой-то задел разметки. Итак, пропечатывать это все довольно недолго. Значит, расскажу. Токтайп.html. Это основное начало всех html-овских файлов, то есть всех файлов веб-страниц. Восказательный знак и доктайп говорит браузеру о том, что он имеет дело с веб-страницей. Ну, это стандартная процедура при начале написания любого современного сайта. Поэтому просто напишите доктайп.html. Дальше открываем теги. html. Head. Здесь вот так вот подкорректируем, что он съехал куда-то. В Head у нас содержится пока только название. Ну, минимум необходимой информации. Значит, вы говорите с системой консервирования и витиляции. И кодировка. Кодировку вот устанавливать обязательно. Первым делом нужно установить кодировку, потому что могут кракозябры всякие вылезть. Непонятно. Значит, мета.чарсет. Равно, в кавычках, большими буквами, можно маленькими. U2F. Дефис 8. Без всяких пробилов. Это позволит нам вот при загрузке страницы видеть все хорошими русскими буквами. То есть title будет пропечатываться нормально кириллицей, а не какой-то сбитой кодировкой. И на этом Head пока закрою. Дальше идет Body. Основное тело юб-страницы. И вот, собственно говоря, теги HTML, которые означают header. Открытие и закрытие. Так. Посмотрим структуру, которую мы хотим получить. Значит, использование блочной верстки повсеместной. заставляет нас, как бы, если кто не знал, сейчас расскажу просто, что такое блоки. Блоки — это части web-страницы, в которых содержится необходимая информация. И центровка, и расположение блоков за это отвечает каскадная таблица стилей CSS. У нас пока ничего этого нет. У нас подготовка индексных файлов, разметка. То есть, если мы сейчас попытаемся загрузиться на этот сайт, то у нас, по идее, ничего не должно отобразиться. То есть, белая страница вот такая. Значит, посмотрим еще раз структуру. Какая у нас есть левая часть хайдера и правая часть хайдера. Причем, в левой части у нас две строки, в правой части тоже две строки. Здесь у нас меню. Вот такое. Такое меню, которое, в принципе, очень просто делается. Без всяких там JavaScript и прочего. Итак, значит, пока мысленно представим себе хедер left и хедер right. То есть, левую и правую часть хедера. И напишем вот такие вот блоки. Блоки у нас, как известно, пишутся div. И у блока есть id. Div.id равно в кавычках header left название блока. Значит, это название нужно для того, чтобы таблица стиля поняла, какой блок, какому блоку нужно применить форматирование. Итак. Пока у нас никакой информации в блоке нет. Вот давайте напишем. Начинаем работу с этого блока. То есть, пока будем писать лого. Причем лого, обратите внимание, будет без всяких картинок. Чисто HTML CSS. Большими буквами. На русском. Gladys+. Ну и посмотрим. Значит, ну, конечно же, отличается от конечного результата. Ну, понятное дело, таблица стиля еще не подключена. Пока мы просто заполним всю информацию. Gladys+. Здесь, в header right у нас еще два блока включены. Сразу их пропишем. И вообще, при оформлении документа, что такое, желательно вот эту отбивку делать, чтобы читаемость лучше была. Так. Ну, отбивку табуляции это слишком круто. Надо половину от этой ширины. А тут она тоже неудобно будет читать. Вот. Значит, header right содержит еще два блока. пишем div id равно Ну, назовем один будет телефон, потому что, например, здесь телефон, а другое меню. Ну, или навигация. Значит, первый будет phone на английском. Div закрылся. Второй. Nav. Ну, лучше не nav, а все-таки меню. Потому что nav это отдельный тег. Итак. Напишем сюда информацию. Значит, плюс 7. Ну, мы можем написать другие телефоны, не столь важно. Значит, 495 533 533 3 3 Ну и Такая вот эта вот для удобной читаемости отбивка. Второй телефон также пропишем через пробел. Значит, меню. меню у нас получается с помощью тегов пол и ли. пол прописываем. Нумеровный список, по сути. и здесь пункта меню. Значит, ли. И сразу закрывающий тег. скопируем это два раза. Все. Теперь пишем, что у нас тут. У нас услуги контакты. Большими буквами. Можно писать маленькими, но давайте сразу же большими напишем. у нас услуги и контакты. Все. Разметка готова. Осталось применить таблицу стиля. Которая все расположена по своим местам, берет вот эти вот точки, которые не сильно нужны, и создаст ссылки. Значит, ссылки на самом деле создаст не CSS, а только форматирование ссылок создаст. Ссылки мы создадим сами. Значит, давайте это сразу сделаем. Пишем. Ссылка создается тегом A. И параметр вот этот href отвечает за адрес ссылки. Адрес пока оставляем пустым, то есть, никуда у нас переходить не будет. Просто мы увидим, как эта система работает. То есть, вот так вот она должна мигать. Все. Оставаться будем на месте при щелчке. Ну, здесь-то она уже работает, а нам это пока не сильно надо. Ставить ссылку, то всегда можно успеть. И так, закрываю еще тег A. Ну, и скопируем это на нижние пункты. Все. Смотрим. Вот появились ссылки. Ну, как видите, они никуда нас не перехватывают.